Здравствуйте, Даня Кенесович. У нас сегодня интересная тема, которая интересует очень многих пациентов, а также и меня, наркоз. Итак, первый вопрос. Какие виды наркоза бывают? Здравствуйте. Наркозы можно подразделить на три основных группы. Если просто говорить, то общий, внутривенный и проводниковая анестезия. Чем отличаются между собой общий и внутривенный? Это когда больные спят. Проводниковые – это когда больные на операционном столе в сознании. То есть, когда больные спят, они делятся общий и внутривенный. Они между собой отличаются тем, что при внутривенной анестезии больный дышит сам, самостоятельное дыхание, а при общем – там идет ИВЛ. Мы проводим интубацию больного и аппаратом ИВЛ дышим за больного. При этом, вот этот же общий наркоз, в зависимости, какой анестетик вводится, как вводится, еще делится на ингаляционный наркоз и тотальная внутривенная анестезия. Если так простенько сказать, таким образом делится наркоз. То есть, люди иногда думают часто, что наркоз – это вроде что-то ввели одно и все. Это ошибочное мнение, потому что в общем наркозе, то есть, там вводится очень много разных препаратов. То есть, одни препараты обезболивают, другие усыпляют, третьи – релаксацию делают. И уже в зависимости от состояния сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы, мы дополнительно еще можем какие-то препараты назначать. И они вводятся в периодичность определенное время. То есть, через каждое – это 5 минут, 10, 15, 20 минут. И это будет зависеть от того, как от глубины наркоза и от состояния больного. А вот как раз таки, исходя отсюда, насколько длительность сна, сколько она длится? Длительность сна, она будет тянуться столько, сколько идет операция. То есть, мы же не можем сделать так, что посредине операции больный прослепится. То есть, это под вашим контролем? То есть, больной спит в то время, сколько это необходимо для обеспечения обезболивания больным. То есть, если так сказать, мы анестезиологи, которые дают наркоз, являемся адвокатами больных перед хирургической агрессией. То есть, мы защищаем больного от хирургической агрессии. Да, делаете все, чтобы не было больно. Да, больно. И чтобы больного не было болевого шока и остановка жизненных органов. А вот бывают пациенты, у которых есть разные, ну, разная аллергия. Вот перед операцией какие анализы сдаются? И обговаривается ли это с вами? Решаете ли вы вместе, какой вид наркоза нужно ставить пациенту? Ну, смотрите, перед любой операцией больным приходится собирать определенное количество анализов, осмотров, манипуляций, да, и определенных специалистов. В основном, из всего этого анализа, 80% этих исследований просим мы, как анестезиологи. Да, то есть, для нас очень важно, чтобы показатели крови были в пределах нормы, свертываемость и все остальные параметры анализов. Это очень важно. И в этом же, как мы спросили, про аллергию. То есть, аллергию мы заранее спрашиваем у больных, была ли у них аллергия. Она бывает, да, на лекарства и мытовая аллергия, да, там, на цветы. То есть, больной, если говорить, если есть аллергия, мы выясняем, какой вид, на что именно, на какие препараты. Вот. И стараемся не только во время наркоза, но и во время пребывания и лечения больного в стационаре эти препараты не назначать. А если больной не знает, не в курсе, что у него есть аллергия на что-то? А, ну, если он не знает, и эта аллергия произойдет, ну, мы проводим противоаллергические мероприятия. А от наркоза бывает анафилактический шок? Во время, да, если больной спит и вводится препарат, от которого у него аллергия, ну, может быть, анафилактический шок. Видите, здесь сразу очень сложно, как бы, да, распознать, потому что больной спит, вот. Но это, ну, на самом деле распознается очень быстро. Это первый показатель – это пульс, частица сердечных сокращений, да, и давление, которое у нас под постоянным монитором во время наркоза. То есть, идет падение давления и пульса. Пульс сначала нарастает, а потом падает. Поэтому, как вот эти мероприятия происходят, мы сразу стараемся определить причину этого и уже делаем мероприятия все реанимационные. А есть же пациенты, которым совсем отказывают в наркозе. Это вот какие случаи? Да, вот, например, прямо вчера у нас была больная, которой необходимо сделать спинальную анестезию. У нее планируется пластика влагалища. И там во время операции хирургам очень… С недержанием мочи. И там хирургам очень важно во время операции иметь обратную связь с больным. То есть, они просят кашли, они просят на пресс, они просят разные вещи, чтобы определить во время операции, чтобы правильно сделать все операционные мероприятия. И для этого больным должен быть в сознании. И при расспросе больного я выяснил, что у нее аллергия на все виды анестетиков. То есть, на лидокаин, на новокаин. И в этой ситуации мы проходим следующий этап. Я отправил, дал препарат буби-покаин, спинал, который мы проводим, спинальную анестезию больной. И отправил в аллергоцентр. Она там обследуется. Если выяснится, что на этот препарат нет у нее аллергии, то есть специфическая аллергия, аллергологи выяснят, тогда мы проведем спинальную анестезию. Если выяснится, что у нее аллергия, тогда будем делать общий наркоз, который не очень желательный для хирургов. То есть она спать будет? Да, она будет спать. Хорошо. Вот как раз таки про пациентов, которые не спят во время операции. Как вы думаете, вот самим пациентам страшно это? Ну да, смотрите, любая операция, это для любого больного, это стресс. И в основном больные боятся не самой операции, а именно наркоза. Это всегда так было. И здесь очень важно, много играет роль, это коммуникация анестезиолога с больным, да? То есть если успокаивать. Есть препараты, которые делаются во время предимедикации, которые боли, мини, седатируют, успокоительные препараты. Мы это все делаем. Ну, естественно, мы объясняем больным, что и как. Вот при спинальных, при проводниковых анестезиях больные в самом начале боятся и переживают. Но когда операция начинается, и они понимают, что никакой боли нету, они успокаиваются. Но в то же время они в сознании лежат. Да, они в сознании лежат. А вот бытует мнение, что после наркозов появляются частые головные боли. И после эпидуральной болит позвоночник. В связи с чем это связано? Ну, смотрите, это больше связано, я бы сказал, с историей. Потому что эпидуральная анестезия, она уже не первый год делается, да? И уже, ну, она более около 100 лет, наверное, это анестезия. И раньше иглы были очень грубые, толстые. Эпидуральная анестезия. Сейчас у нас, видите, шаг был очень далеко вперед. И если раньше больше предпочитали эпидуральную анестезию, сейчас больше делают спинальную анестезию, спинномозговую. Это обусловно тем, что сейчас появились возможности у анестезиологов с появлением очень тонких, очень хороших игл. И мы сейчас проводим спинальную анестезию. Там иглы, они очень тонкие, они тоньше, даже чем мышцу делает уколой, даже тоньше этих игл. Поэтому вот этих болей сейчас практически нет. Ну, естественно, при правильном техническом исполнении анестезиологов. То есть это не от самого наркозопрепарата, да? А вот от иглы, да? И для того, что спиной мозг все-таки, да? Нет, не то, что спиной мозг. К спинному мозгу мы отношения вообще не прикасаемся. Это очень долго объяснять просто. Даже смотрите, если вы даже сделаете внутримышечный укол, это же место какое-то место, время болит же. А спиной мозг делается, игла вводится, она намного-намного больше, да? Обычной мышечной иглы. Поэтому какое-то время, один-два дня, может быть, боли из-за введения иглы. Все, это не из-за препарата. А после этого это все проходит. А дальше, наверное, это уже зависит от пациента и от его самовнушения, да? Да, внушения. А какие еще бывают побочные эффекты от наркоза? И как их избежать? Ну, побочные эффекты, ну, некоторые больные жалуются при... После общего наркоза, при пробуждении, да? У некоторых кружится голова, у некоторых тошнит, у некоторых бывает рвоты. Ну, это ответная реакция индивидуального организма на гидиодные препараты. Ну, это нормы, да? Да, в принципе, это в норме, но, не знаю, в моей практике очень редко, бывает такие, но они очень редкие. И это обосновано тем, что сейчас очень современные препараты. И в нашей клинике мы используем самые современные, самые препараты, самые последнего порядка, да, то есть поколения. Они отличаются от предыдущих препаратов тем, что минимальные побочные эффекты и максимальный эффект тот, который мы от него хотим. А правда то, что вот наркоз сокращает жизнь? Ну, я еще раз говорю, это было когда-то, возможно, когда наркоз давали хлороформом, да, то есть на лицо больного ложили вату, и туда капали хлороформ, и таким образом, то есть там невозможно было ни рассчитать, ни при передозировке, да, возможно, какие-то наблюдения были у людей. Сейчас такого вообще нету, такого нету, нету. Просто есть же сейчас такие, ну, взрослые тети, так скажем, которые говорят, ой, я сейчас забывчивая, у меня, знаешь, сколько операций, сколько наркозов было, вот. Ну, я бы сказал, в основном это возрастные изменения, не от наркоза, ну, возрастные состояния, такие вещи бывают. Часто больные, особенно беременные женщины, жалуются, когда их импередрально обезболивают перед, вот там делают импередральную анестезию для обезболивания родов. И они тоже жалуются, что болен, но там в основном больше боли из-за остеопороза. То есть, во время беременности смывается кальций с костей, и там происходят микротрещины, микротравмы, которые потом в дальнейшем вызывают боли. Все, Данил Геннезович, у меня закончились вопросы. Спасибо вам большое, было очень интересно. Теперь пройдем в операционную, посмотрим, как вы... Да, сейчас планируется наркоз, общий дотрохеарный наркоз с интубацией трахеи и переводом на ИВЛ. Добро пожаловать, сейчас покажем, как это все происходит. Это аппарат ИВЛ, мы параметры под больную подобрали. Это монитор, который будет смотреть за давлением, чистотой сердца и оксигеноватся курины. Вот больная сейчас выжила операционную остальность, и сейчас мы будем делать водный наркоз. А потом водный наркоз, сейчас больная будет медленно, спокойно засыпает. Я сейчас мехом Абу, это называется мех Абу, поддерживаю дыхание больной, потому что она уже сама, уже дышать не может. И на протяжении всей операции, да? Нет, нет, сейчас будем его интубировать, то есть поставим интубационный труб в трахею и подключим к ИВЛ аппарату. А, да не елки, дышать аппарат, да? Угу. 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 До свидания